Приветствую вас. Требуется, конечно, больше информации о вас для того, чтобы понять то, как вы переживаете свои трудности, вот. Но я думаю, что ответить вам можно в следующем разрыве. Значит, первое. Как вы сами сказали, вот. Вы как маленькая старушка. Что это значит? Это значит, что вы подавляете практически полностью свои чувства, свои желания, свои стремления. Да? Практически полностью вы это подавляете. Вы подавляете все свои эмоции. Ради профессии, ради того, что вы делаете и прочее, прочее, прочее. Вот. Соответственно, первое, с чем нужно работать, это работать с вашими чувствами, чтобы вы могли с ними адекватно взаимодействовать, чтобы вы могли их адекватно выразить. Чтобы вы, короче говоря, познакомились наконец с собой. Чтобы вы познакомились сами с собой, со своими чувствами, переживаниями и так далее. Чтобы вы научились с ними взаимодействовать. Тогда будет гораздо легче выстраивать отношения с людьми, потому что это все-таки более такая эмоциональная история, нежели чем история про рабы. С другой стороны, значит, у вас есть такое вот тяготение, да, к мужчине старше себя. Да, это связано не только с вашим состоянием, то есть состоянием, когда вы чувствуете, что можете выразить свои эмоции и быть собственным кем-то, кроме, ну вот, такого маленького родителя. Для себя и окружающих, а только с мужчиной старше вас, то есть это тяготение к родителям. Но здесь требуется проработать и отношения с родителями тоже. Вот. Дальше я думаю, что имеет смысл обратить на ваши когнитивные, мировоззренческие и смысловые установки, а также ценностные установки. Вот. Потому что, по большому счету, то, что вы не можете взаимодействовать со своими ровесниками, то, что в целом нет проблем с восприятием себя и других людей, это недостаток лично личностного роста. Соответственно, это же тоже то, что вам необходимо сделать личностный рост. Далее. Есть проблемы с принятием, с принятием себя. Вот. Это, на мой взгляд, очевидно. То есть очевидно, что у вас есть проблемы с принятием себя. Вот. А это указывает то, что вы стесняетесь, то, что вы следите своих чувств, то, что вы тяготитесь и прочее, 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 прочее. Дальше. Есть сложности восприятия людей. Вы, на мой взгляд, довольно сильно объясняете как себя, так и других людей. Вот. И, значит, ну, помимо того, что это требует своей корректировки, здесь еще есть проблема личной ответственности. Потому что не всегда, не всегда, на мой взгляд, вы ее осозняете. То есть, может быть, вы гиперответственны с чем-то, но практически полностью безответственны в других вещах. Ну, вот, например, ну, вот, например, да, в таких вещах, как отношения. Дальше. Что такое привязанность? Привязанность, привязанность, по большому счету, это потребность. Это неудовлетворяемо вам. Потребность, которую вы пытаетесь удовлетворить через вот, собственно говоря, привязанность. И идея в том, чтобы распознать эту потребность и научиться правильно ее удовлетворять. Это важно. С идеализацией, в принципе, тоже самое. Дальше. Такое ощущение, по крайней мере, у меня такое ощущение сложилось, что у вас есть достаточно серьезный забред на создание отношений. Вы выбираете или не выбираете? Так? Ну, вот, если мы говорим о людях, что у вас практически нет шансов построить отношения. Качественные. Качественные. Гармоничные. Комфортные. И это очень серьезно. Подобные забред на сближение связаны с личными границами и ощущением незащищенности в отношениях. Вы закрыты. Вы закрыты, вы держите с особняком. Это страх близости, страх сближения. Это проблема личных границ. То есть о шине не защищенности, а о шине небезопасности. В целом, конечно, я думаю, что необходимо работать над выращиванием в себе внутреннего ребенка. Вот. Нет. Это необходимо. И к гармонизации вот соотношения ваших эго-состояний. Да? То есть сейчас вы находитесь преимущественно в родительском и взрослом, а детское состояние вас как бы хромает. Вот. Эм... Есть к родительске отношения тоже необходимо проработать. Я не помню, говорил об этом или нет. Вот. Потому что родители ответственны за то, что с вами происходит. Родители ответственны за то, какой вы стали. Вот. Обвинять их за это, безусловно, не нужно. Самое что? Хорошего... Хорошего в этом ничего нет. И толку никакого нет. Не будет, что вы их будете обвинять. Но вот проработать, понять и переделить некоторые моменты из вашего, например, детства. Ну, вполне... Вполне можно и нужно. Вот. Как вы и понимаете, в детстве вы были, скорее всего, другой. Если вы были совсем, ну, другой, да? То есть, если вы были достаточно эмоциональны, достаточно живы и такой вот, чувствуешь. Вот. Но потом это у вас условно из-за, ну, под наплывом других моментов, по причине опыта, которые вы получали и так далее. Вот. Вот. Все это нужно, в принципе, эмоциональному. Дальше. Эээ... Карьеризм и трудоголизм. То, что вы называете, ну, то, что вы описываете в таком вот полузащаточном состоянии у вас, но полузащаточном не в том плане, что слишком слабо разу-то здесь. А в том плане, как раз таки, что вы уже, по сути, реализовываете этот свой план. Так вот, карьеризм и карьеризм – это своего рода убегание от реальности, убегание, в первую очередь, от своей психологически, чувственно, эмоциональной реальности. Не сложно увидеть по вашему тексту, что вы, эээ, ну, все, по сути, эээ, рационализируете, да, все стремитесь, эээ, понять именно мозгом. Вот. Ну, в этом ничего полезного, хорошего для вас не будет. Вот. Потому что, эээ, ну, вы всегда, ну, вы будете мимо, как бы, эээ, у вас будет ощущение, что, эээ, ну, что жизнь, она, как бы, мимо так вот у вас, эээ, в какой-то степени, да. Вот. Проходит. И, эээ, вам будет, эээ, ну, неприятно, в любом случае. Вот. Это будет ощущаться, такая вот, неудовлетворенность, эээ, неудовлетворенность вашей жизни. Вот. Такие вот, эээ, направления работы я вижу для вас с точки зрения психо-психотерапии. Вот. Эээ, ничего нет непоправимого, все, как бы, корректируется, но, эээ, в вашем случае, эээ, это регулярная работа над собой. Эээ, пусть вас не пугает это слово, эээ, вы совершенно не обязаны, эээ, заниматься этим на, прямо, постоянной основе, потому что, эээ, не всегда есть возможность для этого. Вот. Но, все же, эээ, заниматься психотерапией нужно, поэтому найдите, пожалуйста, время, возможность для этого. Вот. И начните заботиться о себе. То есть, обратите внимание даже на, эээ, вот, ваш вопрос, вы вначале пишите, что у вас есть привязанность, там, к преподавателю, да, а дальше вы пишите, как мне, вот, справиться со своими эмоциями, да, как мне их, эээ, значит, ээээ, как можно сгладить всплеск подобных эмоций и перестать, эээ, столь идеалистично относиться к отношениям в целом. Вот. Эээ, относиться к отношениям, эээ, да, в данном случае проблема. Отношения я к отношениям заключается в том, что человек в отношениях пытается что-то для себя получить. вот. И, как раз таки, пытается что-то для себя получить в отношениях, да, пытается что-то для себя получить. Эээ, человек может испытывать, ну, такие, я бы сказал, эээ, серьезные трудности, эээ, вот, серьезные проблемы. Эээ, потому что, напрямую здесь, эээ, завязан, скажем так, ээээ, человеческий фактор. И ставить, эээ, удовлетворение своих потребностей, эээ, в зависимость от, эээ, человека, в зависимость от, эээ, человеческого фактора, ну, крайне, ээээ, опрометчивое, эээ, решение. Я бы даже сказал, решение наивное и не связанное с заботой о себе. Вот. Ну, так поступает достаточно большого количества людей, от этого никуда не делся. Вот. Важно понимать, что всё можно исправить, всё можно поправить. Вот. Главное, ваше желание. Вот. Ещё раз, эээ, универсального и быстрого способа, ээээ, не реагировать так, как вы реагируете. Нет. Для вас он индивидуальный. Ваш путь к этому, равно как и личность, нервность и смену установок и прочее, это ваш собственный путь. Психолог может помочь вам по нему пройти. Но не более того. Я бы, эээ, вот в качестве последнего, обратил внимание ещё на то, чего вы боитесь. Вот. Я бы на это ещё внимание обратил, и, ну, как-то вот посмотрел бы, да, вот, чего вы боитесь. Чего вы опасаете. Это точно очень важный момент, на самом деле. На этом всё. Я надеюсь, надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что, эээ, ситуация будет разрешена для вас, эээ, самым лучшим образом. Тихо. Продолжение следует...